Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man, камера против человека, и сегодня вторник, съемки продолжаются, второй день съемок, сегодня снимаю обзор на Xiaomi Redmi 5 Plus на 64 гигабайта, и вот после этого все с камерами на время завязочка будет, потому что остается гаджет, это камера с гимбалом, поэтому студийная съемка я там уже не предусматриваю, а сегодня вот добро пожаловать снова на мою мини-студию. Вот, вот, вот так вот, вот с этим светом, между прочим, тоже, то есть все, все включено, все, у меня all-inclusive, all-inclusive свет, весь свет включен, и вот так сейчас буду снимать, кто не видел прошлый обзор, можете перейти по ссылке в описании, посмотреть, потому что, ну, по-моему, вышло неплохо, по вашим отзывам тоже хорошо. Ребят, я прекрасно понимаю, что для тех, кто подписывался изначально на ежедневные влоги, сейчас немножечко непонятно, чего, какие обзоры, что, зачем, почему на этом канале. Но пока в рамках, опять же, эксперимента они выходят здесь, на КМСМЕН, я смотрю, слежу, как, как пойдет, пойдет, хорошо, встретитесь добром, продолжу, не встретитесь добром, буду думать, что делать дальше, как быть-то вообще, потому что, в принципе, мне обзоры интересны, я бы хотел этим заниматься, я этим занимаюсь, поэтому, ну, то есть, если бы я не хотел, я бы не занимался, ну, логично. Между прочим, у этой камеры есть оператор, вот этот оператор, почему-то только лежит, отдыхает, спит там, понимаешь ли. Вот такая вот пересъемочная площадка здесь, мне немножко даже как-то непонятно и странно. Между прочим, на этот же телефон, между прочим, на G7X все подсъемки были вчера сняты, ни на Гелиус, ни на что такого, ни на вот этого малыша, поэтому, кому интересно вдруг съемочные бэкстейджи, то вот G7X очень-очень круто снимает, очень круто снимает, у него есть стабилизация, и это здорово. Ладно, все, я погнал снимать, увидимся после съемок. Короче, Саша не знает, что у меня для нее подарок есть, она не понимает, что к чему. Это не мне, да? Нет, это тоже тебе. Кружка? Нет. А что? Ну не тупи, не тупи, ну вовнутрь посмотри, теперь поймешь, еще вот сюда, вот сюда посмотри. Ты что, купила? Нет, мама нашла. Правда? Видишь? Что, правда? Это же это какая-то. Это та самая, да. Круто, спасибо. Короче, если кто не в курсе, у нас была капсульная кофемашина. Она унаследовала ее я. Унаследовала ее Саша, да. И, короче, там такая вот штучка, такая черная. А еще те же еще есть, которые? Да. Куда вставляются сами капсулы, но мы эту штуку потеряли. Мы думали, короче, у меня брат полгода здесь в Краснодаре жил, и мы думали, что он уехал обратно в Омск и забрал ее. И, короче, мы ее потеряли. Полтора года, да, наверное, мы ее найти не могли? Ну, да. Нет. Ну, у тебя только год эта штука лежит, наверное. Еще не год. Еще не год. Ну, короче, года полтора точно. В общем, случайно, просто чисто случайно. Причем, знаешь, типа на видном месте она лежала. Ну, мне кажется, кто-то ее куда-то переложил когда-то. Когда-то? Да, а потом мне папа присылает в Вайбере фотку. Это ваша штука? Да ну, нафиг, серьезно, это она, что ли? Так что, короче, мы сейчас будем кофе пить. Спасибо. Это прям, я просто сто пятьсот лет собиралась. Так, надо мне заказать, и надо мне ее заказать постоянно. Ну, хорошо, что ты не заказала. Видишь? Просто эта штука стоит, как половина кофемашины на самом деле. Блин, вот уже ее не везде, она есть на самом деле. Блин, очень круто, что вот эти штуки вы сделали. Такие, чик, открыли. Да, видишь, да? Опа. Оп, и все, все в раку из тела. Это всякое дерьмецо. Скрыто над глазом. Вот, видишь, она вся ждет своего часа. Ну, а вот это вот для меня. Потому что здесь вот это молоко сухое с сахаром, а это кофе. Я ее буду протереть тут. Надо ее протереть, короче. Ее, ну да, протереть и эту штуку помыть. Это мало сказано протереть. Уже надо смотреть инструкцию. Иногда инструкция выручает. Просто вот эта штука. Убейся, смотри, когда уже все сломалось. Да, вот эта вот штука просто, короче, она забилась. Ну, блин, она настолько лежала вообще без дела, и никто и не пользовался. И где-то что-то зацарилось. И мы ставили кофе, и у нас просто ничего не выливалось. Мы ничего понять не могли. В итоге прочистили ли водой, и все норм. Короче, смотрите, как надо. Кидаем молоко. Туда. Делаем дырочку. Ай, где стакан? Стакан. Это у нас сейчас все на полу, потому что у нас, ну, вода потекла. Как бы все нормально. Сколько там? 170 миллилитров примерно, да? Да. По-моему. И ждем. Ходи со своим везде. Да. Так, теперь. Нет. Открываем. Вы, вы сюда. На. Выкидываем. Ставим кофе. О, у меня есть пара. И опять. О-о-о-о. Что-нибудь кофе. Да. Ну, только здесь подороже будет, не 37 рублей. И вкуснее. И повкуснее намного, да. Вообще, на самом деле, ну, вырубайся. На самом деле, штука очень крутая. Ну, мне кажется, прям вот, прям вот вообще очень классно. Если сделать в прозрачном стакане, будет очень красиво, между прочим. Надо поехать купить прозрачный стакан. Есть минус один. В том, что вот здесь вот нарисовано, то есть, 170 миллилитров молока, 50 миллилитров кофе, ну, и получится, типа, такой-то напиток. Но точно ты никогда не сможешь определить, вот в таком стакане, сколько ты миллилитров заливаешь. Поэтому в идеале нужно иметь такой стакан, где есть вот эти вот риски, миллилитры внутри и наливать. Что-то, короче, сломалось, по-моему, за эти полтора года стояния. Я думаю, что просто ему надо поработать нормально. Может быть, просто... Почаще. Ой, извиняюсь. Может быть, просто вот здесь засорилась. Вот это? Вот эта штука, да. И... И что-то вот отсюда. Вот. Вот отсюда. То есть вот отсюда протекает сюда. Да, видимо. Сейчас. Короче, надо разобраться. Саша, у нас бровист. Ты же бровист? Это такое новое модное слово относительно недавно, мне кажется, появилось. Раньше такого не было вообще. Раньше не было, зато сейчас по всем будет, по всем местам. Да. В общем, сейчас будут новые брови у меня. Новый полустудист. Да. Почти. Да, штука эта реально пахнет просто елкой какой-то. Зачем ты это делаешь? Она пахла. Ребят, вы тут иногда мне пишите, типа, какого фига я зимой хожу с голыми щиколотками? Сейчас, правда, я в ботинках, а тут как бы человек не то, что с голыми щиколотками, вытаскивает ногу. Как бы просто без носок. Ну, это удобно. Да, это удобно. Ну, что там? Не ищешь носки. Послезавтра, февральный месяц. Ну, сейчас, кин-бал. Завтра, 31-й? Да. Послезавтра, да. Да. А что, в Краснодаре весна вообще-то? Это я еще одета. Да, Витя? Скажи, что в Краснодаре весна. Ну, сегодня вообще огонь. Просто плюс 6. Я с машины не бежала. Я прям шла. Медленно и верно. Я закончил съемку обзора и открою вам секрет. Так уж и быть. Как он у меня так стоит, этот телефон? Да вот как. Благодаря Гелиусу. И вчерашний OnePlus также благодаря Гелиусу здесь стоял. То есть я просто опер, потому что Гелиус достаточно тяжелый объектив, железный полностью. И на него можно опирать какие-то такие предметы без проблем. То есть я могу вот так вот поставить свой телефон. Па-бам. И снять его по-крутому. Вот так, по-крутому. Как в MTV 90-х годов. Я только что закончил монтаж обзора второго. И то я забыл сделать тесты фотографии. Блин, и завтра уже буду этим заниматься. Поставлю опять все, что там нужно. Здесь свет. Также сделаю тест фотографии, как в обзоре OnePlus. Алиска приехала домой. Сейчас ты там кофеек мне готовишь. Тебе. 9 часов вечера, блин. 20 минут 10 я кофе. Алиса будет чай, я кофе хочу. У нее башка болит. Мы снова сидим и смотрим сериал. Такие уж у нас будни, ребят. Алиска горош помыла. Она чистенькая теперь у нас. Чистюля. Горош, абасанчик. Абасанчик чистюльчинчный. Чистюльчичный. Ой, знаете, что у меня сегодня прикол был? Я включаю компа, у меня не работает кулер у системного... Ой, у этого, у блока питания. Вот у этого. Просто не работает. Я вспомнил, что такое уже было и думаю, ну ладно, сейчас, наверное, заработает. Подумал я. Глупец. Короче, он не работал, не работал. Потом чувствую уже запашок паленого какого-то. Трогаю корпус. Вот здесь он уже горячий. Я, естественно, все вырубаю. Понимаю, что что-то нездоровое. Нужно как-то запускать этот кулер. Я уже включил вот этот вот. У меня здесь вот... Вот этот вот внешний, он всегда отключен был. В итоге я скрутил... Это смешно, конечно. Супер ремонтник, короче. Кэм из мэн. Скрутил просто бумажку, трубочкой, потыкал в кулер через решетку и вентилятор начал крутиться. Потык и палка называется. Вдруг живой. Ну а потыкал, он живой оказался. Все крутится, все нормально. Сейчас запускается и все охлаждается. И это классно. Она тебя отлилась. Да. Ты собака, бабака. Тебе причесать только еще надо. Белоснежка. И вот это вот отстричь, потому что отросло уже. Ага, все, он на глаза опять падает. Не знаю, кому как, но мне кофеин помогает от головной боли. Очень хорошо помогает. А после съемок обзора... Такой хороший получился. Потому что передержал. Нормально, нормально. Самое то сейчас. После съемок обзора у меня как раз разболелась башка. Да не после съемок, а на монтаже. Потому что весь день пялишь в компьютер. То в тот. Потом съемка-то не так долго. А вот бакероль всегда падает маслом в яйс. Ну, в нашем случае арахисовая паста в яйс, да? Ну, и не так уж сильно испачкал. Окей. Ладно, смотрим сериал, отдыхаем. Вот так вот работает мой компьютер. Сейчас, короче, жужжит. Это не кулер блока питания. Именно вот этот, который был сюда отключен. Все, вот так вот зажму. То есть он... Через какое-то время он перестанет. Ладно, не буду насильно растягивать этот влог. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Покед! Субтитры сделал DimaTorzok